МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внея под охраной, как МВД обеспечит порядок на майские праздники и почему в ведомстве уже заговорили о беспорядках. Пенсионный протест, что спровоцировало массовые забастовки по всей Бразилии. План Брекзита сегодня утверждают в Брюсселе. Как и с чем Великобритания покинет ЕС и сколько заплатит за это, решают лидеры стран-участниц. Они собрались на экстренный саммит. Итак, каковы условия развода по-европейски? Узнаем у Елены Зориной, она на прямой связи. Лена, здравствуй, расскажи, известен ли результат переговоров? Да, Кать, добрый вечер. Этой встречи ждали и одновременно опасались здесь, в Брюсселе, и в Лондоне тоже. Она первая после того, как британский премьер Тореза Мэй одобрила Брекзит. В центре Брюсселя чрезвычайные меры безопасности. Город частично перекрыт из-за приезда высоких гостей. Но все приготовления заняли гораздо больше времени, чем обсуждение плана выхода Великобритании из ЕС. Еще перед началом встречи автор документа, президент Европейского совета Дональд Туск, заявил, Евросоюз хочет сохранить тесные взаимоотношения с Лондоном. Прежде чем обсуждать будущее, мы должны разобраться с нашим прошлым. Необходимы надежные гарантии для всех граждан, которых затронет Брексит и их семей. Это должно стать задачей номер один для ЕС и Великобритании. Кроме миграционного вопроса, есть еще немало спорных моментов. В Лондоне настаивают на отдельном торговом договоре. Представители ЕС интересуют, оплатит ли Великобритания так называемый счет за Брексит и будет ли под юрисдикцией Европейского суда до завершения развода. Мы подошли к той точке, когда можем говорить о будущем. Переговоры о разделении будущих правах граждан ЕС в Великобритании и британских ЕС, плюс, конечно же, финансовые вопросы. Все это является важной частью переговоров. Переговоры с Великобританией непростые. Конечно, у нас будут проблемы, трудности, но самое главное – это единство Европейского союза. Если мы хотим добиться хороших результатов, нам нужно работать сообща. 15 минут, именно столько времени понадобилось для утверждения плана Брексита. В своем твиттере президент Европейского совета поведал, руководящие принципы приняты единогласно. Именно этот документ вызывал немало дискуссий. Были опасения, что переговоры провалятся. Однако европейская дипломатия взяла верх. Переговоры начнутся после 8 июня, после выборов в Великобритании. Переговоры будут сложными и будет трудно удерживать единство, продемонстрированное сегодня. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы сохранить эту сплоченность. Что же касается начала переговоров, то это будет уже после досрочных парламентских выборов в Великобритании. Они назначены на 8 июня. А вот сама процедура этого развода затянется на 2 года. Катя. Спасибо, Лена. Елена Зорина была на связи со студией с подробностями утверждения плана Brexit. Тем временем сама Европа нуждается в усилении пограничного контроля. Несмотря на уменьшение потока беженцев, страны ЕС снова просят Еврокомиссию продлить срок действия пограничных проверок. Уже в четвертый раз за последние полтора года. Почему европейцы боятся ставить границы без контроля, выясняла Татьяна Лагунова. Шенген как бы есть, но в то же время шенгена и нет. Страны ЕС имеют право проверять всех и вся на своих границах. Пока что до середины мая, но скорее всего, срок действия пограничного контроля внутри шенгена будет продлен. По просьбе самих стран, входящих в эту зону. Отменять проверки пока рано, одной из первых заявила Австрия. Министр внутренних дел этой страны Вольфганг Саботко в интервью европейским СМИ признался. Будет просить Еврокомиссию продлить контроль внутри шенгена. Пока государства зоны не укрепят свои внешние границы. То есть на неопределенный срок. И объяснил, почему, дескать, в целях национальной безопасности, австрийские силовики хотят знать, кто приезжает в страну. Главу МВД Австрии поддерживают и немцы, по крайней мере в Баварии. Там тоже на днях заявили, отменять пограничный контроль не собираются, чтобы не спровоцировать новый наплыв беженцев и эффективнее бороться с терроризмом. Германия и Австрия за, категорически против Греции, скорее против, чем за Венгрия, Болгария и Кипр. Скептики пограничного контроля предупреждают, если его не отменить. Это поставит под угрозу само существование Шенгенского союза. К чьим доводам прислушается Еврокомиссия, можно только гадать. Ходатайство о повторном продлении сроков действия пограничного контроля в Брюсселе рассмотрят в начале мая. Теоретически, Шенгенский кодекс о границах разрешает сделать это еще раз, максимум до конца года. И потом все. Но если будет нужно, в кодексе явно смогут найти какую-нибудь лазейку. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Экономили газ, свет, получите деньги обратно. За бережливость. Кабмин обещает к осени поощрить полтора миллиона украинских семей, имеющих право на субсидии. Каждому домовладению компенсируют порядка 700 гривен. А потом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Чтобы получить такую компенсацию, с 1 июля по 1 сентября необходимо обратиться в управление соцзащиты. После этого ведомство произведет перерасчет и адресно произведет выплаты. Монетизацию экономии и субсидий мы сможем обеспечить в этом году. Для полтора миллиона родин, которые использовали газ и электроэнергию для опаления своих помешканий, и смогли обеспечить экономию в этом опальном сезоне, такой уровень компенсации, который мы предъявили, будет сравнивать приблизительно до 700 гривен готовки в каждую украинскую родину. Дерзкое ограбление в Киеве. Вчера около 10 часов вечера неизвестные напали на сотрудников фельдегерской службы. Это правительственная военно-курецкая связь, которая обеспечивает доставку секретных документов внутри страны и в другие государства. Об этом на своей странице в фейсбуке заявила начальник отдела коммуникации киевской полиции Оксана Блищик. По ее словам, преступники отобрали несколько сумок с корреспонденцией, а также два табельных пистолета Макарова. Позднее в полиции сообщили, документацию обнаружили в аэропорту Борисполь, но вот ценного груза и оружия там не оказалось. Это уже не первое нападение на представителей службы. В ноябре прошлого года в Харькове средь бела дня трое в масках напали на автомобиль фельдегерей, жестоко избили водителя и унесли важные документы. Какие именно, в полиции так и не признались. Мы направили запрос в Министерство внутренних дел о ходе следствия и его результатах, но ответа по традиции так и не получили. Кулачное право в Харькове в жестоком избиении водителя обвиняют сотрудника полиции. Виталий Лисинский нанес мужчине сильные побои прямо в помещении блокпоста на въезде в город. Об этом сообщил в соцсетях активист Роман Синицын. В частности, он написал события так. Полиция на блокпосту Песочин под Харьковом досматривала автомобиль. Между правоохранителями и пассажиром вспыхнула ссора. Полиция из Келесинской якобы затащил мужчину в помещение поста, заблокировал выход, избил его и отобрал телефон. В итоге в автомобиле пострадавшего так ничего и не нашли, а самого мужчину забрала скорая. В областном управлении полиции пообещали во всем разобраться. И в том же главном управлении полиции Харькова сегодня отчитались о подготовке к майским праздникам. Все подразделения перевели на усиленный режим несения службы. В городе под круглосуточную охрану взяли памятники и места проведения митингов ушествий. Патрулировать улицы будут 3,5 тысячи полицейских и не только в форме. Харьковчан просят с пониманием относиться к просьбам правоохранителей о досмотре личных вещей. А вот желающих выйти на демонстрации с георгиевскими ленточками предупредили. Их будут забирать на участки за нарушение закона о декоммунизации. А вот в МВД уже прогнозируют массовые беспорядки на майские праздники в Одессе. И даже назначают виновных. По мнению советника главы министерства Заряна Шкиряка, покой одесситов может нарушить оппозиционный блок. Сегодня на брифинге Шкиряк от имени всего МВД призвал представителей УПО-блока в годовщину трагических событий 2 мая не создавать провокационных ситуаций в городе. На такое заявление уже отреагировали в полициле. Народный депутат Николай Скорик напомнил советнику министра внутренних дел, что основная задача его ведомства обеспечивать общественную безопасность и раскрывать преступления. Напомню, уже три года идет следствие по делу 2 мая, когда в ходе беспорядка в Одессе погибли 48 человек. Но преступление до сих пор не раскрыто. Когда раскроют преступление 2 мая, когда найдут исполнителей, заказчиков, доведут дело до суда, тогда можно будет говорить о том, что сделано и советовать народным депутатам, куда им ходить, куда им не ходить. Мы считаем, что это день траура. Надо почти жертв. Никакой политики в этом быть не может. Устраивать какие-то провокации это как раз удел этих людей Зорина и Шкиряка. И сегодня же Николай Скорик прокомментировал сообщение начальника Шкиряка Арсена Авакова. Напомню, накануне глава МВД сообщил в своем твиттере, что провел серьезную беседу с мэром Одессы Геннадием Трухановым. После чего тот, по словам Авакова, принял решение витировать возвращение Одесским улицам прежних советских названий. Какое вето имел в виду главный полицейский, непонятно. Законодательством такое понятие вообще не предусмотрено. Сообщение министра внутренних дел, правда, противоречит информации, которую распространяют его соратники. На своей странице в Фейсбуке члены организации Вильны Люды хвастают, что запретили отмену декоммунизации через суд. Мы все утро пытались получить комментарий пресс-службы горсовета по этому вопросу. И лишь ближе к вечеру на сайте города появилось заявление о том, что мэр приостановил решение городских депутатов и планирует рассмотреть вопрос об отмене декоммунизации повторно. Процедура вето, при всем уважении к мэру, мэр не президент и никакого вето делать не нужно. Просто не подписывается, это решение не вступает в законную силу. Вообще это такое напоминает все цирк. Теперь господин Труханов скажет, ну не получилось, не вышло, там что-то еще. И в итоге Одесса приобретет, ну скажем, очередную дурную славу, что над ней поиздевались нехорошие люди, которые к Одессе не имеют никакого отношения. На передовой минометными снарядами запрещенных калибров боевики поливают наши позиции на всех направлениях. За минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения. По Красногоровке утром били танки. Городок под захваченным боевиками Донецком уже несколько дней сотрясается от взрывов. Оттуда вернулась Ирина Баглай. Ну если зайду, значит будет мне дым. Не боюсь, я уже прожила, мне восьмой десяток. Сегодня Лидии Иосифовне сообщили, глава террористической ДНР Захарченко угрожает ей расправой за то, что она видит, живя на окраине Красногоровки, которую обстреливают боевики. Я правду сказала. Я говорю, как Россия заберет свою воскай технику с Донецка, Луганска. Я говорю, так и война закончится. И теперь будут меня, наверное, наказывать. Я знаю. Вот такие пироги. Людей боевики наказывают уже третий год. Только жители не понимают, за что в них летят снаряды. Вчера час бомбили. И по городу здорово, и нас тут здорово. А сегодня два часа. У женщины контузия и ранения. Чудом в марте не стекло кровью. Осколок зацепил артерию на руке. Пришлось самой себе оказывать первую помощь. Я еще сама села на машину. Сюда не ехали, потому что сильно бомбили. Мы выехали в больницу. За нами еще два снаряда упало. И я фары не включала. Когда-то по этой улице ходили к озерам. Отдыхали. Теперь к холму и приближаться не рискуют. Улица простреливается. Вот завод. Видишь? Вот. Сегодня оттуда гасили. Здорово гасили. В округе все заминировано. Или в воронках. Но деваться некуда. Впервые после лета Николай вывел на пастбище телят. Я не мог управляться идти до коров. Я выхожу где-то ну пол шестого. Я не мог выйти из дома. Я вышел уже в седьмом часу. Бахали. Бьют боевики из захваченной Сар-Михайловки и окраин Донецка. Шахты Абакумова. Город вот уже вторые сутки вздрагивает на рассвете от выстрелов танков российских наемников. Во время такого обстрела погиб совсем молодой солдат Игорю Шапошнику. Было 18 лет. Пришло распоряжение перед Новым годом сверху, чтобы всех людей, которым нет 20 лет, отправить на пункты постоянной дислокации части. Но так как Игорь захотел продолжить, не покидать своих товарищей, ему 20 июня должно было бы исполниться только 19 лет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Заявление о ситуации на Донбассе от имени американского правительства будет теперь делать новый человек. Команда Трампа сменила пресс-секретаря Госдепа. Кто это и чем запомнились ее предшественники? Дмитрий Анопченко лично знал людей, которые объясняли миру политику Вашингтона. Человека, который каждый день выходит вот к этой трибуне. Пресс-секретаря Госдепа Соединенных Штатов. Отлично знают не только в Америке. И по фамилии, и в лицо знаем его. И мы с вами только потому, что здесь делают громкие заявления от имени правительства США. Заявления, которым прислушиваются во всех мировых столицах. Спикерами внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов были очень разные люди. От улыбчивой Нуланд, до неоднозначно оцениваемой Псаки и строгого адмирала Кирби. Но объединяло их одно. Пресс-секретарь Госдепа должен обладать не только изрядной выдержкой, но и идеальной памятью. Брифинги для прессы здесь каждый будний день в час дня. А спикер приходит на работу в 8 утра. И специальная команда часами готовит его к пресс-конференции. Рассказывая обо всем, что случилось в мире за сутки. Что спросят репортеры, неизвестно. И по любому поводу, по любому происшествию у Госдепа должно быть свое мнение или оценка. Виктория Нуланд всегда старалась быть очень милой и любезной. Стойко держала удар, когда собравшиеся здесь корреспонденты задавали неудобные вопросы. Ну а когда вышла на свой последний брифинг в качестве пресс-секретаря Госдепа до повышения в должности, то даже принесла пирожное и подарила его репортеру, который больше всех вступал с ней в перепалки. Оказавшись благодаря этой должности на виду, Нуланд сделала головокружительную карьеру. От сотрудника пресс-службы до зама госсекретаря, который курировал Украину и Россию. Рассказывают, Керри доверял ей настолько, что даже решение выйти в критический момент на Майдан и раздавать там печенье протестующим и Беркуту, она якобы приняла сама, без согласования с Вашингтоном. И показала этим Януковичу, что Штаты однозначно поддерживают тех, кто вышел на протесты в Киеве. В последние годы история была очень влиятельной, а вот нервничала на работе столько, что как-то после переговоров Порошенко-Байден в ООН упала без сознания и несколько суток провела в больнице. Когда брифинги стала проводить Джен Псаки, в зале откровенно посмеивались, первое время еще стесняясь, так похихикивали в кулачок, ну а потом уже стали смеяться откровенно. Джен вроде и хорошо держалась, выглядела отлично, но допускала ляпы каждые несколько дней. То предлагала перебросить 6-й флот США к берегам Беларуси, у которой берегов-то в принципе нет. То сказала, что Астраханская область России граничит с Украиной. А момент, когда она, не разобравшись, рассказывала о предвыборных каруселях, и репортер спросил, значит ли это, что избирателей на аттракционах катали, до сих пор остается хитом в Ютубе. Поступали сообщения о выборных каруселях, предварительно заполненных бюллетенях, что дети голосовали. Избиратели садились на карусель и голосовали по кругу? Ой, Мэтт, не думаю, что смысл в этом. Псаки довольно быстро сменили. Благо ушла не по собственному, а в декрет. Вместо нее, какой контраст, назначили контр-адмирала Кирби, бывшего спикера Пентагона. Ну а сейчас при Трампе меняется не только сама внешняя политика, меняется и ее лицо. Прессикой трём госдепа стала любимая телеведущая президента, очаровательная блондинка Хизер Ноэрт. 47 лет вела утреннее шоу на телеканале Fox News, которое Трамп традиционно смотрит и где неоднократно был в гостях. Президент, который, как известно, и сам вел телешоу, признал, начиная с этой программой каждое утро, стал настоящим фанатом. Видимо, решил и пресс-конференциям в госдепе сделать рейтинги. Вот пресса теперь и гадает, ждет ли любимицу Трампа судьба Нуланд или учить псаки. Станет ли она в будущем крупным чиновником или останется блондинкой, над которой пресса будет потешаться, как не раз случалось с ее предшественницей. Ожидают, что перед прессой Ноэрт предстанет уже на будущей неделе. И, скорее всего, украинская тема будет ей близка, ведь, как рассказывают коллеги Ноэрт, до того, как стать телеведущей, она в качестве корреспондента освещала несколько военных конфликтов. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». В Бразилии массовые протесты. Люди во всех 26 штатах страны вышли на улицы с требованием не повышать пенсионный возраст. Активисты выступают против пересмотра парламентом пенсионного законодательства. В некоторых городах не обошлось без применения силы. Подробнее в нашем сюжете. Миллионы людей вышли на улицы бразильских городов. Во всех штатах страны массовые забастовки. К работе в пятницу не приступили почти 14 миллионов бразильцев. Большинство школ закрыли. Самый масштабный протест в стране за два последних десятилетия вызвали предложенные президентом Мишелем Темером пенсионные реформы. Правительство инициировало новый законопроект, который может поднять минимальный пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 62. До сих пор многие бразильцы могли рассчитывать на пенсию в 54 года. По мнению Темера, пересмотр пенсионного плана поможет выбраться из рецессии, сократить дефицит бюджета, преодолеть рекордную безработицу, а также модернизировать экономику. Но граждане с этим не согласны. Долги открыто заявляют правительству, что этот законопроект на самом деле ограбление. Заставить работника уходить на пенсию в позднем возрасте на практике значит отнять у него право на пенсию. Если суммировать долги тех, кто уклоняется от налогов, можно трижды покрыть пенсионный фонд. Правительство же вводит работающих в заблуждение. Новый план коснется не только пенсионного возраста, он также урежет льготы некоторым категориям граждан. Пенсионная реформа отнимает у нас приобретенные права, право на деньги, которые мы откладываем на пенсию. Мы также выступаем против трудовой реформы, которая лишает меня, например, права на отпуск по беременности и родам, на каникулы, на дополнительную 13-ю зарплату. Негодование людей в Рио-де-Жанейро переросло в массовые беспорядки. Митингующие заблокировали главные дороги к аэропортам и выходы из метро, подожгли 8 пассажирских автобусов. Полиция применила слезоточивый газ. Темир и члены его правоцентрического правительства объявили забастовку неудачей. Правсоюзы же, наоборот, считают успехом. Но о результатах можно будет судить только на следующей неделе, когда Национальный конгресс Бразилии проголосует за изменения в трудовое право. Виталий Кушмирук, подробности, телеканал Интер. Напомню, пенсионная реформа ожидает и Украину. Таковы условия Международного валютного фонда, прописанные в меморандуме о сотрудничестве. На прошлой неделе министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что пенсионная реформа находится на завершающем этапе подготовки. Асфальт с доставкой на дом. Почему после ремонта дорог в Днепре асфальтовое покрытие вдруг оказалось во дворах частных домов? Кто виноват и как оправдываются чиновники? Разбирались наши корреспонденты. Двор Виктории завален кусками асфальтного покрытия. Их смыло дороги во время апрельских дождей. Из-за непогоды на участке рекой текла вода. Ее уровень поднялся до полутора метров. Оно с горы течет получается. И все ко мне во двор текло. Вся вода. Все. Оно же как бы мягкое. И оно все размыло. И все вот это вот. Все пошло сюда. Видите? Вот это вот. Вся вот эта щебень, что они насыпали, все у меня во дворе. Дом женщины расположен по улице Дмитрия Писарева. 13 апреля здесь отремонтировали дорогу. Люди считают, что лучше бы этого не делали. Поскольку стало только хуже. Дождевая вода размыла асфальт, образовался настоящий ров. Елена рассказывает, это единственная улица, по которой можно сократить путь к маршруткам в областную детскую больницу. Но ходить стало опасно. Опасно. Видите, какие ямы повымывала. Поэтому как бы ужасная дорога. Насыпали вот этого мусора. То есть он не спас. Вот прошел снег, дождь. И то же самое. И как бы не знаю, кто его просто делал. Возмущенные водители утверждают, дорога до ремонта была лучше, чем после него. Хотя дорожное полотно здесь раньше никогда не чинили. Ну посмотрите, что они сделали. Они просто это, ну, засыпали землей, можно сказать. И все. И это все первым дождем смыло. Это просто деньги. И их украли. Кто делал такой качественный ремонт, пытаемся выяснить в горсовете. Но там от работ на автодороге попросту открестились. Мол, межквартальными дорогами занимаются городские избранники. Пусть к ним за ремонтом и обращаются. А то, что сейчас творится на улице, не их дело. До ремонта их временно засыпали срезом. То есть асфальт, который срезался недалеко там, в том же Жертневом районе, он срезался, его просто туда высыпали для того, чтобы на время сделать эти ямы. Но вот на какое время в горсовете не уточнили, как не сообщили и кто был инициатором апрельских работ. Но одно мы все же выяснили. Чинить эту дорогу в ближайшее время не будут. Городские депутаты не планируют в этом году тратить деньги на эту улицу. Ольга Иванченко, Елена Миндалюк, Евгений Годенцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. 70 лет прошло со дня операции «Висла». Сотни тысяч украинцев насильно переселили вглубь Польши. Наш корреспондент Галина Якушко сегодня пересекла границу, чтобы узнать, как живут сейчас тогдашние переселенцы. Все подробности узнаем из ее материала. Владимиру 77 лет. Всю сознательную жизнь он прожил в Ярославе, в Польше. Когда ему было 7, вместе с родителями и младшей сестрой, польские коммунисты переселили его ближе к немецкой границе. На сборы дали всего несколько часов. В ходе «Вислы» 150 тысяч еснических украинцев вынуждено выселили с территории Холмщины, Подляща и Лемковщины. Дозволено было расселять не больше одниєї родины на село. Не дай Бог, чтобы они не утворили мощную украинскую громаду. И, соответственно, это, бачимо, четкое завдание – асимуляция, распорожжение украинцев и знищение их идентичности. Я люблю спевать «Ревета Астогна», в основном, в последнюю строчку, где говорится «Сычи в Гаю перекликались». А это Мирон Сыч, заместитель губернатора в одном из пограничных польских воеводств. Дважды был депутатом Сейма Польши, его родителей тоже переселили во время операции. Я очень рад, что как раз в таком селе пережил, в остром Обарде, било, как я говорил, кордон с Россией. Там все говорили родную украинскую мову настолько, насколько умилы. В основном поляки сочувствуют переселенным в те годы, но есть среди них и радикально настроенные, говорит генеральный консул Украины в Люблине. В эти дни в Народный дом в Перемышле снижаются десятки украинцев со всей Польши. Там проходят акции в память о вынужденно переселенных украинцев во время операции «Висла». А во Львове, на центральной площади города, возле памятника Шевченко, зажгли десятки свечей в память о пострадавших. Галина Якушко, Ирия Голубенко, подробности, телеканал «Интерпольша». Вернуть былую славу. Владимир Кличко сегодня попытается в третий раз стать чемпионом мира. Против него на ринг выйдет непобедимый британец Энтони Джошуа. Он на 13 лет младше и каждого предыдущего соперника отправлял в нокаут. Станет ли бой с Кличко и его первым поражением, узнаем совсем скоро. А пока что Светлана Чернецкая расскажет о подготовке к бою. Она побывала на лондонском стадионе Уэмбли. Впервые за многие лет Владимир Кличко не является фаворитом боя. Букмекеры прочат ему поражение. Фанаты бокса тоже чуда не ждут. Факты против Владимира. Ему 41 и он на 14 лет старше своего соперника. К тому же за последние полтора года не провел ни одного матча. Владимир не должен выиграть этот бой. Очень смело с его стороны согласиться на него, но это не его лига. Все-таки ему 41 и в этом случае я на стороне молодости. Правда, загадывать сложно. Всегда остается, а вдруг. Последний бой Кличко закончился разгромным поражением. Он не устоял против британца Тайсона Фьюри. У того позже обнаружили следы кокаина в крови и отобрали боксерскую лицензию. Реванш так и не состоялся. Он уже больше 10 лет чемпионом света и расслабился. Можешь сказать, как брат, не до оценив. Он был настолько сфокусовлен в минулому поединке против Фьюри. Но уверен в том, что сейчас сделает выяснения, и этот бой для него будет решательным. Джошуа имеет такой интересный рекорд. Все бои, которые он провел, он выиграл в нокауте. Но я могу сказать, что ни разу такого сопротивника, как Володимир, у Джошуа не было. Энтони Джошуа называют надеждой мирового бокса. По всем параметрам спортсмены примерно равны. У них одинаковый рост, размах руки, сила удара. Правда, последнее взвешивание показало, что Джошуа на 4,5 килограмма тяжелее. И это может сыграть против него. Обоим спортсменам победа очень нужна. Я выиграю, да, так и будет. Здесь никаких премудростей. Просто бой. Я молодой, свирепый и полон решимости. Ажиотаж вокруг боя невероятный. Все билеты раскупили в первый же день продаж. Более того, с особого разрешения мэра Лондона дополнительно выпустили еще 10 тысяч билетов. На Уэмбли ожидают 90 тысяч зрителей. Перед такой многочисленной аудиторией Кличко еще не выступал. Задание усложняет и то, что абсолютное большинство присутствующих будут болеть за земляка, британца Джошуа. Ну я знаю, с хорошим выступлением, все те, которые были против, будут аплодировать уже после самого поединка победителю. Поэтому меня это не пугает, а только мотивирует. Вперед к победе. В результате этого боя Владимир уверен настолько, что даже записал видео с предсказанием. Флешку зашил в халат, в котором выйдет на ринг. А увидит прогноз, сможет тот, кто даст больше денег. Владимир планирует потратить их на образование детей подопечных фонда Кличко. До боя остается всего несколько часов. Здесь в Лондоне страсти наколены до предела. А у наших зрителей есть возможность следить за боем в прямом эфире. Оставайтесь на Интере и сразу же после подробностей смотрите Большой бокс. Не пропустите самый важный бой в карьере легендарного Владимира Кличко. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности.ua. Хорошего вам вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин